Час пик возле киевского метро. Девочка с мамой готовится к выступлению. Из розового рюкзака достает чехол. Вот это мой инструмент. Называется сопилка. С первых звука возле соломей собираются прохожие. В картонку бросают деньги. Соломей волонтерит. Собирает на автомобиль для разведчиков. Это просто умиляет. Это ты идешь и ты понимаешь, вот ради чего стоят наши парни. К сожалению, гибнут. Но вот оно, будущее Украины. Еще нужно 80 тысяч. Меньше. Соломей помогает закрывать сборы старшим волонтерам. Это где-то половина машины соломей собирает на данный момент. То есть, чтобы доложить к тому, что уже собрали. И потом будет еще ремонт. Ведь это не будет новое авто. Поверьте, каждые 10, 20, 30 гривен имеют значение. И вклад соломей очень существенный. Такими выступлениями под открытым небом ради фронта соломей начала зарабатывать с прошлого года. Соломей уже помогла волонтерам закупить амуницию и другие необходимые вещи для защитников. Хочу, чтобы украинцев было много и победили москальню. Очень хочу победу. И чтобы папа вернулся. Уже скучаю по нему. Отец соломей на фронте с дочерью видеться редко. Сначала соломей играла на блокфлейте. Планировали идти в класс фортепиано. Но, к сожалению, в Днепре мы не нашли украиноговорящую учительницу. И нам посоветовали учительницу флейты. Мы пошли, и это была любовь с первого взгляда. Волонтерку с флейтой в соцсетях увидел мастер украинских сопилок Тарас Лошак из Прикарпатья. Признается, тогда и задумал кое-что. Я сразу хотел подарить сопилочку, но прямых ссылок и контактов ни мамы, ни девочки не было. Блок флейта более писклявый. Она вообще предназначалась для исполнения немецкой классики. Видите, для сравнения, в блокфлейте отверстия в один ряд. Здесь же дырочки под пальцы. Мастера семья Соломии нашла сама. Хотели купить новый инструмент ребенку. Тарас предложил девочке выбрать сопилку из тех, которые уже вырезал. Очень доволен. Такому маленькому ребенку переучиваться с блокфлейты на сопилку достаточно сложно. За развитием мастерства Соломии Тарас Лошак следит с интересом. Ну да, поедет на Евровидение рано или поздно. Что тут еще скажешь? В Киеве Соломия впервые. Раньше для широкой публики играла только дома в Днепре. Мама готовит дочь к гастролям. Дальше планируем поехать по Украине. Хочу и показать нашу прекрасную Украину. Очень хотим Львов, Тернополь ей показать, Полтаву. В Черновцы поедем. Это для ее мастерства большой плюс. Мне нравится играть. Это моя работа. У защитников оружие артиллерия. А мое оружие против России – супилочка. Супилочка.